Здравствуйте. Управление Росгвардии по Рязанской области. Удостоверение частного охранника, личная карточка, форма и документы на посту. Это стандартная часть проверки. Для Максима Мартынкина, сотрудника управления Росгвардии, такая работа привычна. Шутка ли, с начала сентября отдел лицензионной разрешительной работы провел больше 500 таких проверок. Притом и в школах, и в вузах, и в детских садах. Почти половина из них под охраной частных фирм. Сейчас с вами проверим работоспособность в кнопке вызова отдела неведомственной охраны. По сигналу прибывают коллеги Максима, сотрудники вне ведомственной охраны. Осмотрев территорию школы, они заходят внутрь. Что у вас случилось? В настоящий момент проходит проверка образовательного учреждения. Нажатие на кнопку было проверочным. Кнопка рабочая, необходимая документация на месте. Да и охрана свое дело знает. Вердикт однозначный. Там проверки. Нарушений установлено не было. Это раз. Во-вторых, опять же, напоминаю вам про осуществление пропускного режима, соблюдение инструкции должностной. Нарушений нет – это хорошее окончание проверочного мероприятия. Однако про картину в целом так и не скажешь. Напомним, проверили больше 500 учебных учреждений. В ходе проверочных мероприятий выявлено порядка 23 правонарушений, из которых 7 нарушений – отсутствие удостоверения частных охранников, 17 – это нарушение сроков прохождения периодической проверки, отсутствие личной карточки частного охранника, а также форменной одежды. Штраф за отсутствие карточки частного охранника или формы от 1,5 до 3 тысяч рублей. Если же человек вовсе не прошел периодическую проверку, то его с должности снимают. Вопросы в этом случае уже к работодателю. В конце цикла проверок будет поднят вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц частных охранных предприятий, чтобы в школах учиться было безопасно. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город.